Дмитрий Мирманов Даже, наверное, чек-лист, что нужно сделать человеку, чтобы почувствовать себя настоящим иркутянином Раньше я говорил, есть целых 60 локаций, сейчас их уже 120 В мае выпустили вторую часть путеводителя, сделали ее более такой мультимедийной То есть человеку даже не нужно с собой книжку эту носить Есть QR-коды, где это все можно в мобильное приложение загрузить Очень удобно И радоваться Это такой квест, Женя, ты верил в это? Да, вот сейчас у нас было 15 минут, я и до этого листал, и сейчас вторую часть полистал Скажи, это больше направлено на иркутян, на жителей нашего региона, либо на туристов? Первоначально я хотел, чтобы все-таки это было направлено на туристов Потом понял, что местным жителям это также хорошо заходит И опять же, в начале этого года я сформулировал такую мысль Что я занимаюсь продвижением территорий, в первую очередь для тех, кто именно здесь и живет Потому что очень много людей, которые живут у нас в городе Которые не представляют вообще, чем здесь заниматься, что можно поделать, куда съездить и так далее Именно в первую очередь для местных Именно местным мне хочется показать, что у нас действительно классные места Где можно походить, побродить, посмотреть, что-то поделать И просто кайфануть, по-другому даже не знаю, как сказать Дима, смотри, я знаю, что Бабарбук, ты говорил, по интернету заказывали не только жители нашего региона Но даже другие страны, если я не ошибаюсь То есть самая дальняя точка, куда отправился Бабарбук или Бабарбук 2, Легенды Байкала Вот куда ты отправил свою книгу подальше? Соединенные Штаты Америки Соединенные Штаты Америки Дальше, ну, я не знаю, куда уже То есть это другая страна земли Русские люди заказывали, да, вы совершенно? Ну, конечно Но у тебя в руках сейчас английская версия Бабарбука И вот есть несколько у меня книг от Легенды озера Байкал Вторая часть Бабарбука, мне очень хочется их перевести на английский язык Потому что, например, когда мы комиксы начали продавать Очень много англоговорящих ребят приходили, смотрели и просили Потому что им нравятся картинки, все, но они не могут понять про что О чем бредит ли? Да, вроде все красивенько, но непонятненько Вот мне очень понравился сам формат Уникальный формат в том, что одна короткая фраза, иллюстрация и такой глубинный смысл Как происходит вот процесс написания? У вас есть какая-то авторская группа? Как вы придумываете иллюстрации? Здесь все просто, как бы не казалось на первый взгляд Мы просто собираемся с ребятами У нас есть несколько человек, несколько художников Художниц, точнее, не знаю почему, но мне кажется, девочки рисуют намного лучше Вот такой я антисексист Риппинг бы сейчас просто перевернулся Так вот, есть у меня товарищ Макс Григорьев, который мне помогает с точки зрения креативов У него просто очень странно работает мозг Очень многие считают его идеи бредовыми А я от них просто прям кайфую, наслаждаюсь тем, что у него мозг работает так нестандартно И, соответственно, мы вместе, либо иногда я один, иногда с Максом, иногда там с Мариной Рюмшиной, иногда с Настей Жернаковой Мы просто сидим, придумываем какие-то смыслы И я даю полную свободу творчества, например, тому же художнику Если вот взять путеводителя, то почти каждая страничка, она со своим характером Потому что рисуются достаточно долго Я художников не ограничиваю во времени По большей части они творят, рисуют Могут на одну иллюстрацию потратить там несколько недель А следующую начинают рисовать, настроение поменялось И другой смысл как раз уже приобретается Это как раз о чем ты говоришь Что каждая страница, она, в принципе, разная С разными эмоциями, с разными смыслами И хоть отдельно в рамочку вешай В продолжение, сколько ушло времени на создание второй книги? Ты имеешь в виду путеводителя? Да, вот давай оценим Вот сколько на Бабурбук первый ушло и на второй? Ух, раньше, вот когда первый раз я к вам приходил Я говорил о том, что у меня на одну книгу уходит 9 месяцев То есть это как рождение ребенка Но в современном мире ты понимаешь Так, нужно что-то менять Нужно, чтобы дети рождались быстрее Вот, и комикс вышел за 4 месяца Это легенды озера Байкал, да? Да, то есть я беру от времени первого скетча Который мне отправили, зарисовки ангары До уже презентации Второй Бабурбук, путеводитель Он тоже занял где-то, ну, точно меньше полугода Поэтому, когда, как То есть, если прет, говорится, человека То получится быстрее именно художника Если нет, то есть такие, ну, более пролонгированные проекты Вот сейчас второй комикс мы выпускаем Собственно, человек вам сюда и приперся-то Ага, ну и рассказывай, что это будет за комикс Продолжение? Это логическое продолжение Ну, как логическое Не новые приключения ангары, а новая легенда Но во вселенной озера Байкал, скажем так То есть, будут камео, собственно, как и Байкала, так и ангары Из первого комикса Но новая история у нас появляется Но я опять же говорю, я в тренде У нас будет комикс про сильную и независимую женщину Сарву А будет я жмать там, как в Сарме Там будет я жмать Антиподом, а я жмать Я жмать про Байкала Да нет, там это история такой неразделенной любви Только здесь раньше было про Иркута, Енисея и Ангару Здесь у нас будет Култук, Баргузин и Сарма В первой части, собственно, два мужчины боролись за женщину В этом... А, слушайте, нет, все логично И в этом случае, опять же, два мужчины борются за женщину Двое мужчины... Двое мужчин Двое мужчин борются за женщину Двое мужчин борются за женщину Что-то слышали Что-то там... По-моему, бочка, да? Я вот, серьезно, я думал, ангарские мусы знают все Прям все знают поголовную эту легенду Нет, ее не знает почти никто Это речь идет о том, что Ангара решил убежать с Енисеем Но я ж бать Байкал сказал А-а-а Да-да-да, у меня планы, да Вот, иди к Еркуту Сейчас Лена короткую аннотацию книги сделала Я читала краткую версию Да, слушай, я когда вот именно эту книгу увидел Я поразился тому, как прорисована она Это же какие-то прям комиксы, которые... Я не знаю, надеюсь, это не будет оскорблением Сравнивать ваш комикс с Марвелом Потому что у вас получилось круче А, Жень, чтобы ты понимал Нет, в этом даже и прикол Здесь даже логотип... Красненькие белокрасные Логотип Бабарбука, вот именно в финальном виде Есть отсылки небольшие, да? Он появился как раз благодаря тому, что я хотел потроллить Марвел Ну, я не знаю, я люблю шутить, я люблю веселиться и подкалывать И сейчас, когда вот этот комикс стоит в Вуди комикс В магазине комиксов у нас в Иркутске Люди путают комикс Байкальский с комиксом Марвел Ну, камон, все тащатся по фильмам Марвел Пусть путаются Ну да, по идее Смотри, Дима, а вот если обратиться куда-то в Марвел Как думаешь, может быть, снимут вот новые супергерои? Почему нет? Вещь интересная Вот, собственно, я как раз пока рассказывал про все свои вот эти вот штуки Зацепил вот эту тему вселенной Байкальской Да, да, да Вот, чтобы... Ну, естественно, Марвел, я не знаю, что должно произойти Чтобы они такие, типа... О, Дима, привет, давай вместе работать Но вообще разработка самой вселенной Это как раз к чему я также стремлюсь Это перезагрузка истории вообще То есть истории легенд Байкальских То есть про них действительно стали забывать все, что у нас есть Как достояние, это советские книжки вот эти, где, собственно... Презагрузение этих легенд идет, да? Ну, сказки вообще эти сами написаны Вот, я... По сути-то, я нового, опять же, ничего и не сделал Я просто придал старым легендам новый формат Ты знаешь, у меня книги были в детстве Вот тоже «Легенды озера Байкал» Две такие толстые Да Я не могла их читать Там были такие страшные картинки Все, мне кажется, на пятой странице я кричала «Мама, закрой!» А что самое-то смешное Ты знаешь, что самое смешное? Когда мы нарисовали первый концепт ангары Добрые такие Нам ссылались именно на эти книги и говорили Вот там нормальная ангара нарисована А вы нарисовали какую-то пуэрто-риканку Мне вот это... Ну, это всегда очень сложно перейти к новому Но вот сейчас, когда смотришь на то, что у вас получилось Это на самом деле круто И это хорошо и для детей, и для маленьких Им будет интересно посмотреть Это же еще раскраска Да Тем более это формат раскраски Мне кажется, я не дала бы рисовать, мне было жалко И так говорят все женщины Типа, я дарил кому-нибудь книжку Ребенок такой «Вау, это же можно рисовать!» Я такой «Да!» «Мама, нет!» «Нет!» Там такие глянцевые страницы Вот они настолько приятные, тактильные ощущения Что мне кажется, нет, не надо на ней рисовать Она вот сувенирная такая продукция Можно, Жень, можно? Можно? Все, дайте я порисую Мне кажется, Женя была бы вот тоже... Я в школе всегда подрисовал что-нибудь Молодой папа, ему было бы интересно вот стихи, рассказы папы Ты уже ознакомился с этой книгой? Я скажу по секрету, что я принял участие в следующей части стихи и рассказы папы А почему мы об этом не говорим? Только он стихи писать, во-первых, не умеет Он морально поддерживал Нет, 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 нет Он не соврал Мы сейчас делаем потихонечку продолжение логических стихов и рассказов папы Это вообще, кстати, первая книжка, которая у меня вышла полноценная Здесь собраны стихи, рассказы отцов со всей России и ближнего зарубежья, которые, ну вот, занимаются творчеством, пишут про детей, для детей Ну вот мы все это собрали в одну книжку Ты все-таки сексист, а где мамы-то? Бабушки, дедушки? Нет, ни в коем случае, я не сексист, я объясню почему Здесь я закладываю большую-большую такую мысль К сожалению, ну, и это, конечно, хорошо, но ребенком больше всегда занимаются мамы То есть вот именно вот развитием его там творческим и так далее У отца, опять же, я не говорю про всех Функция семью нести Я мужик, я пошлышал из пещеры, притащил мамонта Все, я на этом батя, все, я молодец И мне хочется как раз, чтобы отцы больше принимали участие Конечно, если бы я сказал, пусть это будут стихи и рассказы мам и пап Все, 99% книги это были бы стихи и рассказы мам Потому что они такие, вау, классно для своего ребенка Мамы обычно записывают, что сказал их ребенок Да, вот даже я как человек далекий от творчества Мне Дима рассказал про эту идею, я стихи его-то не смог придумать Но я вспомнил несколько интересных историй именно у меня жизни с дочкой И для меня это тоже была определенная такая ностальгия Я только посидел, повспоминал прикольные истории И для папы это расширение сознания Он конспектирует то, что происходило Ну и потом откроет книжку, почитает Скорее всего, истории там многие, они же отражаются Потому что дети у нас развиваются примерно одинаково То есть крутая идея, Дима, петтосик тебе ментально Ты сам вот эти вспоминал или пошел к супруге Она тебе так вот смотри, вот это, это, это можно рассказать Ладно, три я сам вспомнил, одну мне супруга подсказала Ну вот я же говорю, что мама все равно косвенно на участке Вот, кстати, я решил, да, я решил упростить следующую часть книжки Это будут именно истории папы То есть стихи и рассказы, именно рассказы это не просто про детей А рассказы именно что-то такое полноценное А вот это будут истории папы То есть где отцы рассказывают про то, что происходило с теми, происходило с детьми Вот, и именно поэтому я делаю акцент на отцах Мне хочется их вытащить из рутинной вот этой Я работаю и это моя обязанность и больше ничего К теме того, что сын, о чем ты сегодня занимался, да, поговорим Вот, мне хочется вот так Дима, и вот последний вопрос, нам уже говорят, что время наше, к сожалению, заканчивается эфирное Вот буквально в двух словах я знаю, что так как ты продюсер и перешел не только на книги Будет настольная игра Она будет настольная А кто сказал настольная? Ну это ты... Ты передумал, ты передумал Она не настольная, она, наверное, больше ролевая игра Но не в том, о чем ты подумал, а такая хорошая, добрая ролевая игра Для родителей и детей Это рабочее название будет Остров сокровищ Сейчас с прекрасной Ксенией, еще у меня одна художница появилась Мы с ней разрабатываем концепты Это будет игра для ребенка, любого, наверное, возраста, ну до пубертара, наверное Понятно Где они вместе с родителем будут искать клад, то есть это будет настоящий сундук, настоящая карта, настоящие задания на выносливость, логические задачи Смотри, он сам на пирата похож, да? Такой сидит с бородой, он социально ее отращивал, наверное, быть главным героем на обложке этой игры нарисован Да, это вот серьезно, это очень смешно, борода вообще появилась по простой причине Саша Монаков попросил придумать ему что-нибудь прикольное с темой борода добра Вот он сейчас, футболки у него есть, я такой думаю, надо войти в образ, и я отрастил себе бороду И мне понравилось это И ты в тренде Да, ну, если ты делаешь классно, ты должен в это вникнуть и проникнуться По системе Станиславского Наверное, да, не читал В общем, мы тебе верим Дима, мы ждем тебя в четвертый раз уже с игрой Я предлагаю, ты к нам приходишь с игрой Мы берем своих детей и все дружненько играем и показываем наглядно, как это происходит Это крутая идея Да, мне тоже нравится Все, давай Ну, раз мы заговорили про игры, то сейчас мы с нашим гостем сыграем в традиционную рубрику New Day Games